Приветствую вас. Довольно короткий у нас вопрос. А что делать, если сильная нервозность, постоянно плохо на душе и хочется падать постоянно? Хотя, не очень понятно этой истории. Ну, наверное, здесь имелось в виду, что вам как-то есть ощущение, что вот еще немножко и вы упадете. Ну, по крайней мере, так я это интерпретировал. Если неправильно, то прошу меня извинить, потому что, ну... понять вот прямо сейчас, что вы имеете в виду, да, ну... Как-то не представляется возможным. Значит, если мы говорим о нервозности вот такой, которая вот, ну... Ну... Постоянно, да? Постоянная нервозность. То, конечно же, у нее есть свои причины. У нервозности. И, наверное, первым делом нужно постараться, значит, ответить себе на вопрос, что это вообще за чувство, что оно из себя представляет. Это чувство. Как вы понимаете, во-первых, что это нервозность в целом? То есть, вот... Как вы приходите к тому, что это именно нервозность, а не, там, допустим, ну, что-то другое, да, что-нибудь другое? Вот. И что, собственно, эту нервозность вообще вызывает? Вот. Вот. То есть, нам нужно ответить себе на вот такие вопросы. Вообще, нервозность традиционно связывается с необходимостью принимать какие-то решения. То есть, в состоянии нервозности человек хочет, человек должен принять какие-то решения, но он этого не делает. Он эти решения не принимает. И, соответственно, из-за того, что решение не принимается, вот, а решение принять необходимо, вот, и возникает это состояние. Какое-то событие, ну, которое происходит, и которое вызывает у нас какую-то реакцию естественным образом, вот, значит, аккумулирует энергию на эту реакцию. Если энергия не тратится на эту реакцию, а человек, например, игнорирует это, да, допустим, человек игнорирует, вот, то в таком случае появляется нервозность. То есть, по сути, нервозность это состояние, при котором чувствуется переизбыток энергии, но отрицательным это состояние является потому, что был обозначен вызов, который человек не принял. Соответственно, необходимо принять это решение, вот, и последующее, соответствующее, если хотите, непринятие этого решения и приводит к тому, что человек испытывает нервозность. Естественно, когда вы говорите, что вам плохо на душе, более неопределенного, более неопределенного способа выразить то, что с вами происходит, сложно придумать. Потому что, что такое плохо, что такое, что вы понимаете под тем, над чем вам плохо, остается загадкой. Это на самом деле является загадкой, потому что каждый вкладывает в эти слова что-то свое. Тут много-много зависит и от мировоззренческих историй, и от конфессиональных, конфессиональных, и так далее. Нужно разбираться. Чаще всего подобная история, это про такие же эмоции, которые остались по тем или иным причинам, не выраженными человеком. То есть, человек в определенный момент просто решил на это забить. Ну, человек может на это забить, а вот, как бы, собственно, подсознание, да, и, в общем-то, какие-то защитные механизмы на это не забивают. И, в итоге, получается ощущение, что плохо. Что касается последней вашей фразы, то здесь лично, я думаю, речь идет про агрессию. Частично это связано с желанием разрядить ситуацию, которая довольно-таки получается напряженная. Вот. И человеку хочется каким-то образом вот это напряжение снять, и, соответственно, чтобы это напряжение снять, да, нужно совершить какое-то действие. Желательно резкое и желательно имеющее очень ощутимое, самое главное, наверное, для человека, изменение в результате этих самых действий. А самый простой способ это сделать, это вот совершить то, о чем вы их говорили. То есть, опять же, какое-то вот, ну, избегание какого-то вызова. Осталось, в общем и целом, понять, чем вы руководствуете и избежать этого вызова. И насколько вы действительно понимаете ситуацию и не ошибаетесь ли вы в интерпретации этой самой ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok